привет как дела и так сегодня как и обещала расскажу в чем я заметила отличия между этими видео которые я привыкла снимать сидя на диване у себя дома и рассказывать вам истории о том что уже произошло и на основании тех репортажей которые у меня уже были отсняты за все 8 моих лет жизни в лондоне и теми видео которые я снимала в режиме как бы онлайн блогинга я это называю блогинги а мои видео больше наверное похожи или относятся к документальным фильмам с рассказом о том что и как происходит в англии в лондоне и ну и вообще в мире если я куда-то ездила что-то вам показывала тоже что хочу сказать первым делом блогинг это намного проще это просто ходишь с телефоном снимаешь все подряд и рассказываешь в режиме онлайн то есть вот ты видишь какую-то вещь какой-то столб или какой-то я не знаю там парк ты ходишь все это показываешь и в это же время рассказывает что происходит видишь собачка бежит говоришь собачка бежит видишь там человек как-то не так одет идет показываешь его если это возможно снять не все иногда можно снять какие-то все-таки этические правила у меня внутренние присутствуют не могу я так вот напрямую подойти к человеку и сказать и чувак ты так интересно выглядишь можно я тебя поснимаю так что вот блогинг я для себя открыла впервые я на него никогда не училась не занималась им и ничего так вот не показывала проходя мимо чего-либо эти моменты эти ролики идут у меня под названием лиф то есть это вот в прямом как бы эфире но это не совсем прямой эфир прямой эфир если я когда-либо буду вести скорее всего в поездках там где я хожу и что-то рассказываю показываю уже как когда буду более профессиональным блогером будет называться у меня стрим то есть мои видео которые идут в качестве документалки конкретно рассказы сидя на диване я показываю некие кадры которые подтверждают мои слова так скажем они у меня всегда будут под номерацией те блоги которые я буду снимать вот так вот ходить с камерой в прямом эфире они у меня будут называться лиф потому что лиф но это как бы живой живая съемка для меня лиф это не прямой эфир для меня лиф это живая съемка вот я сейчас разговариваю с собачками вот я там общаюсь подругой и вот так вот мы ходим и что-то снимаем а под названием стрим я буду уже показывать если я буду что-либо снимать я не уверена потому что и стриминг будет очень интересно когда какие-либо события будут проходить там королевские персоны будут ехать но я не могу снимать на телефон такие события потому что я снимаю профессиональной камерой и продаю в новостные агентства поэтому основной мой заработок конечно идет не с ютюба на ютюбе у меня кстати очень мало еще подписчиков я даже не могу зарабатывать с другого моего канала лондайланд на который я снимала и как раз вот показываю там все мои репортажи без каких-либо слов без какого-либо описания ну точнее там есть небольшие описания в тексте но в основном они идут под музыку то есть там можно просто посмотреть все картинки все что я снимала за свою репортерскую жизнь в лондоне и те города по которым я ездила там практически все уже есть города но может быть за исключением там пяти шести которые я еще не сделала на лондайланде там очень много уже роликов можете тоже смотреть тут вот ссылочку прикреплю и там конкретно более такие профессиональные в плане репортерства моего ролики идут и они и продаются в основном на моих новостных стоках пресс-стоки а здесь на англичанке я просто рассказываю для русско-говорящих для русских живущих в великобритании для русских живущих в россии для русских живущих вообще по всему миру как и что происходит в лондоне в основном и как и что где находится по англии по великобритании где я была что я видела все постепенно расскажу и покажу ну а также вот эти ролики и блоги под названием лиф буду если ездить если границы когда-либо откроют после этого карантина в лондон то покажу их вот под названием лиф и так же вот сейчас я еще дорабатываю то что я успела поснимать в лондоне за эту неделю в качестве блогов к сожалению к сожалению я никогда этим не занималась я никогда так не ходила с камерой и что-то не рассказывал не показывала поэтому камера трясется возможно я что-то буду с этим делать возможно мне нужен какой-то стабилизатор на моей допустим профессиональной камере встроенный стабилизатор поэтому и руки я держу как бы я не снимаю что-то на ходу если я что-то снимаю профессиональной камерой какое-то событие я просто встану и без каких-либо движений без каких-либо слов буду так снимать то есть даже когда ты идешь и что-то говоришь это очень тяжело показать устойчивую картинку возможно мне нужен какой-то стабилизатор для моего телефона пожалуйста если вы в курсе какой и как напишите мне в комментариях я обязательно приобрету такой и надеюсь следующие мои репортажи вот такие блогерские не будут так трястись конечно я понимаю что надо все помедленнее снимать но я очень быстрый человек я очень быстро хожу я очень быстро разговариваю очень быстро все делаю поэтому для меня это тяжеловато но я учусь и я надеюсь что какие-то комментарии которые мне уже кидают что очень сложно смотреть вот такие вот шатающиеся кадры будете писать ну и помимо этого давать советы как снимать так чтобы вам нравилось и про что что вы хотите узнать чтобы я рассказала в следующий раз очень конечно не жалею о том что за все свои восемь лет жизни учебы работы и вообще всех событий и хороших и к сожалению плохих я не записывала я начинала это делать в 2011 году прямо в мой первый месяц пока я желал брата пока я там красила ему стены и сажала цветочки у меня есть эти кадры они к сожалению очень плохого качества потому что тогда у меня еще был такой маленький фотоаппарат и я снимала это у меня есть эти два два три ролика я у меня есть как я крашу ему стены у меня есть как я сажаю цветочки у него в саду и у меня есть как я ездила в район под названием бектон потом знаете что я хочу сказать когда живешь в лондоне тебе абсолютно некогда заниматься съемками того что у тебя происходит каждый день а каждый день столько всего интересного происходило я только успевала отбиваться видимо поэтому я такая стала очень быстро кстати чего хочу сказать лондон меня очень сильно изменил в плане моего характера я была очень такая забитая как бы ну знаете как многие русские у нас не подходи убьет то есть если кто-то что-то тебе плохого скажет то все это смерть для меня это как бы ну сказал и сказал человек мне не очень-то важно его мнение если я его не знаю до для родственников для каких-то знакомых людей ты все равно стараешься держать марку но я в принципе в лондоне так и делала если я где-то в университете общалась я представляла русскую культуру в университете я старалась добиться чтобы нас русских уважали то есть я держала марку русских ну и как бы своим поведением своим внешним видом конечно я не ходила в университет в таком виде в каком я гуляла с собаками я всегда тогда наряжалась как все мы русские делаем когда выходим на работу в офис или в университет то есть мы в принципе русские все достаточно аккуратно и красиво выглядим но когда мне стали говорить а что у тебя сегодня у тебя сегодня свидание ты сегодня куда-то идешь у тебя какая-то вечеринка и так далее а я говорю ну знаете мы русские все так всегда выглядим поэтому шури гайз буду одеваться так как я привыкла одеваться в университет и на работу мы все так одеваемся но он так как я гуляла с собаками или так как я ездила за детьми и так далее в качестве бомжика если это можно так назвать то есть для россии так как я выглядела в трениках как говорится и в куртке и в кроссовках в обычное свое время да это не очень приличный вид для россии но в англии абсолютно нормально поэтому я стала меньше обращать внимание на то что скажут люди я знаю свои положительные стороны я знаю свои отрицательные стороны если мне кто-то что-то говорит отрицательное что я не считаю отрицательным мне все равно этому я научилась именно в англии это как-то само по себе у меня образовалось такое чувство self confidence называется чувство собственного достоинства что если мне говорят что ой у тебя там 5 образований а ты не умеешь говорить по-русски или там плохо говоришь или неграмотно пишешь это не значит что мои все мои пять образования были конкретно о русском языке да это было техническое образование да это было бизнес-образование и все эти образования мне были не так важны как то чтобы остаться в лондоне то есть образование у меня всегда было по боку. Я старалась приходить на уроки, я посещала каждый урок. Может быть один или два в году не посещала по различным причинам. Скорее всего, были репортажи какие-то очень. Помню, китайский президент приезжал и королева ехала по Дэмол. Я сбежала с урока ради этого репортажа. Помимо этого, естественно, мне надо было сдавать какие-то работы, что-то писать, что-то учить, что-то рассказывать. Монтировать и делать и так далее. Я все это делала, но не с таким вот, знаете, надрывом, что мне надо получить пятерку, иначе все. Нет. Да, были уплачены большие деньги за это, но я их сама зарабатывала, поэтому я сильно не старалась. Я зарабатывала деньги ради того, чтобы продлить обучение, ради того, чтобы жить в Лондоне. Это город моего сердца. Мне очень он нравится, поэтому делала все возможное только для того, чтобы ходить, гулять по этим красивым паркам, снимать мои любимые репортажи, заниматься своим любимым делом. Ради этого я гуляла с собаками, была мяней, что там даже полы где-то мыла, гардеробщицы, угорщицы. В общем, как ни назови, лишь бы жить в Лондоне. По поводу съемки, вот, которую я веду на диване, я считаю, это более профессиональной съемкой и более качественной, потому что там хранятся очень дорогие кадры, которые я снимала для репортажей и для пресс-агентств за все мои 8 лет. Но эти ролики мне делать гораздо сложнее, потому что это более профессиональная съемка. Во-первых, это камера, очень хорошего качества, очень хороший микрофон. Освещение должно быть на уровне для того, чтобы показать хороший качественный материал, потому что, когда снимаешься с телефоном, там у меня автофокус, он солнце словит и уже все засвечено. Я же не знаю, я же не вижу, я же постоянно на себя в камеру не смотрю, как там вся эта съемка происходит в телефоне. Поэтому иногда кадры получаются очень светлыми или наоборот все темно. Здесь поставил камеру на трипод, ничего не шатается, микрофон профессиональный, плюс освещение. Вот с освещением у меня пока проблемы. В Питере, пока я вот зимой снимала, очень мало солнечных дней, сейчас вот солнце и свет, естественное освещение у меня естественное. У меня есть одна профессиональная лампа, которую я насаживаю на фотоаппарат, на свой, на камеру. И когда очень скудное такое освещение, вот в зимний период в Питере вообще света практически не было. Постоянно темно и мне приходилось снимать. Сзади появляются такие мерцания, потому что качество света очень плохое. Возможно, скоро я прикуплю, наверное, к следующей зиме, сейчас-то уже не нужно, сейчас уже солнце светит и все хорошо освещается, прикуплю пару дополнительных ламп, которые будут освещать мне мой интерьер и меня. Но это вот в плане профессионализма. Основная сложность в том, что мне надо найти кадры, которые у меня разбиты по годам. Если я что-то рассказываю про няню, я работала няней в течение одного года, трех лет, по-разному. И вытащить это из разных источников, я же не помню, где конкретно. У меня очень все структурировано по мероприятиям. Допустим, вот в марте я знаю точно, что День Святого Патрика проходит в марте. Я просто захожу во все годы и смотрю, был там у меня снят День Святого Патрика или нет. Или там Королевский день рождения, когда вся королевская семья выходит на балкон. Я знаю, что он точно проходит в июне. И я захожу в июнь каждого года и смотрю, что я оттуда могу вам показать. А вот семейные всякие фотографии, там собак, или кроликов, или детей, если я могу что-то показать. Или видео. Мне очень долго приходится выискивать по разным папкам, потому что они могут быть в тот день, когда я снимала День Святого Патрика, где-то в конце там мы с девочкой пофотографировались. Или там зайцев мы снимали, где-то в основном каждодневные фотографии, они у меня все были сняты на телефон. Там тысячи фотографий, и вы же знаете, мы все на телефон очень много снимаем. Поэтому вырвать каждую фотографию по отдельности очень тяжело. То есть, такой вот ролик один на диване мне приходится делать около двух дней минимум. Если это ролик про какое-то мероприятие, про какой-то город. Если это ролик про холод, про няню, про... Ну, я не знаю, что я еще там снимала. В общем, такие, где надо выискивать вот эти ценные фотографии, и вообще, были ли они или не были. То есть, я помню, что, допустим, я снимала, но у себя в архиве найти не могу. Что-то же еще и пропало в придаче ко всему. Это очень сложно. Такой вот ролик про няню я делаю где-то 10 дней. Поэтому, конечно, ценность таких кадров очень важна для меня. Профессионализм тоже важен. И блогерство это не совсем то, чем я бы хотела заниматься. Но я вижу, что людям именно эта живость кадра и какие-то эмоции более интересные, чем те, которые вот я снимаю и рассказываю. Я могу сказать так. Я буду снимать и то, и то, чтобы было интересно всем. потому что какую-то информацию мне все-таки хочется донести, а какую-то просто показать и рассказать в прямом эфире, так скажем. Ну, посмотрим, как оно будет складываться дальше. Давайте поборемся с этим коронавирусом, остановим все, что происходит у нас с вирусами и начнем снова путешествовать. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok